Желающие помочь или просто увидеть следующие VR-игры для будущей локализации могут отсканировать QR-код на экране. А мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Сан, и мы играем в Propagation Hotel Paradise. Как давно я сюда не заходил, вы даже не представляете. Давайте посмотрим, что у нас осталось. Так, я подумал, что по-быстрому уже нужно пройти эту игрушку, а не затягивать. Вот, поэтому попробуем прям вот сквозь всего и вся. У нас дофига патрон, это верно. Так. Где это хрен? Ага. У нас нет батарейки, осталось последнее. Понятно. Так, ладно. Окей. Вот это сделал. Я уже все управление забыл, представляешь? Все абсолютно. Так, что у нас есть? У нас здесь карта. Нужна карта. Мне нужно направо, да? Мне нужно вообще к вентиляциям, которые я там оставила. Где эти вентиляции? Вот тут они. То есть нужно идти назад, назад и налево. Ладно. Так. Поехали. Так, они могут подняться, могут не подняться. Это надо помнить. Так. Есть контакт. Поднимешься, нет? Нет, не поднялся. Так, уже идем на сквозь, короче, уже... Ага. Я типа не открывал эту дверь. Так. Да. Он еще и даже не выбил. То есть это буквально начало. Давай посмотрим. Так. Выходи. Будешь? Ладно, может надо. Дневник обновлен. Отлично. Так, выходи. Все. Осталось только отделить от тебя части. Так. Патрончик, ладно, хрен с ним. Все. Надеюсь, он никуда больше не приползет. Жаль, что нельзя вот так вот голову отрубить. Или можно? Нет, нельзя. Я не буду тратить патроны на эту проверку, потому что это и так как бы не очень. Так. Что ж, мы помним, что там висит чертила. Так, окей, мне нужно этот хрен. Так, надеюсь, ты не поднимешься там уже. Но хотя бы без рук, без ног. Куда он там поднимется? Так, если что, опять же, не переживаем. Нападут, нападут, ну и хрен с ним, а это надо помнить. Так, отлично. Так, сейчас, секунду. Полезно. Вот здесь вот, да. Не, у него конечности, кстати, у него конечности не отваливаются. Так. Так, ну вроде бы мы на месте. Окей. Что у нас тут? Аптечка. Аптечка нам нужна. Это сто процентов. Так, у нас хотя ничего нету, кроме аптечки. Так, открываем. Опа. Так. Дядя Степа. Или... Кто ты? Вася, что ты тут забыл? Ты станешь? Блин, конечно, его контрольно в голову давать не очень хочется. Сейчас возьму записку, он еще вставать. Так. О, батарейка. Так, отлично. 11, 12, 21, 6 утра, 30 минут вечера. Прибыл в отель Paradise, номер 309. Место тихое, обзор хороший. Видел про подозреваемого на месте. Данные протокола подтверждаю наблюдением. Никаких личных контактов. Вот же упертый хрен. Поставил в холле камеру, чтобы видеть вход и выход. Не спать в засаде. Уходит где-то в 11.45 ночи. Живет по адресу бульвар Клейверинг, 1, 2, 3. Видел его в окне. Он гладил рубашки. Возможно, объект стоит взять под плотное наблюдение. Пытался обыскать верхние этажи, но был замечен костыляншей. С виду она добрая. Эшли Диас, 23 года. Биография безупречна. Показала королевские апартаменты. По отелю ходят слухи, что гостям дурно. Отравились мясом? Не нравится мне это. Подозреваемый вернулся. Он гордится своей пунктуальностью. Что-то случилось на первом этаже. Я слышал крики, следил по камерам и видел женщину. У нее истерика. Это не имеет отношения к делу. Между гостями и персоналом вспыхивают жестокие драки. Я вижу все по камере. Там полный хаос. Я вышел из номера и увидел, как они бродят все в крови. Один хотел меня укусить. Половина его лица была без кожи. Я разозлился и пристрелил его. А он упал. И потом поднялся у меня на глазах. Прошло две недели с тех пор, как я заперся в номере. Помощи не будет. Умираю от голода. Либо так, либо накорма этим тварям. Но я не жалуюсь, ибо не всем дозволено выбирать свой конец. Я бил Родельфил, Родельфилд, агент ФБР. А, агент ФБР. Агент ФБР под прикрытием. Псевдоним Гарри Боман, бывший агент. Боже. Ого. Никогда бы не подумал, что сей тип из ФБР. Так, я тоже. Хотя на нем есть пальто. Конечно, у нас каждый первый может ходить в пальто. Я все прекрасно понимаю. Так, и что мы видим? Батарейку. Отлично. Так, еще одну батарейку. Слушай, имба. Ага, у меня камера сейчас, батарейка, еще дроговать. Заменим, чтобы лучше видеть. Так. Ага. Все. Мы можем идти дальше. Не пугай ты так. Так. Он встал. Он опять встал, представляешь? Он опять встал. Так. Ладно. Здесь мы уже все сделали. Идем дальше, что он там прятал. Дверь. Ага. Ничего такого нет. О, нет ручки, я понял. Ладно. В принципе, мы там уже были, да? Там... Вот туда не нужно идти. Так, подожди, куда теперь? Дверь. Фух. Ладно, карта. Ну, мы там были. Комната слева тоже тупик. Нужно куда-то попасть, чтобы... Вот, нам подсказывают, что вот здесь надо найти эту приману, да? Ладно, пойдемте. И налево. Так. Так, налево, верно? Правильно. Мне кажется, если я возьму... Поднялась, смотри. Так. Извини, бро. Ты останешься без всего. Все отлично. Так, сразу меняем патроны. Так, что у нас здесь? У меня здесь не был, да? Ключ. Ключ, нужен ключ. Если нужно ключ, я здесь точно не был. А, я здесь был, я здесь был, но тут очень мало что есть, скажем так. Надеюсь, будет батарейка. Чего, да, батарейка, отлично. Так, окей. Патроны. Это важно. О, еще она батарейка, отлично. Смотрите, очень важны. Прям очень важны. Медальончик, просто так, на всякий случай, найден секрет. Так, здесь никого нету. Отлично. Что она здесь? Тоже нихрена нет, да? Тоже нифига нету, я тебя понял. Закрывай. Так. Окей, надо подумать. Вот перед окном. Ага. Все, все двери закрыты. Отлично. Так, карта. Мне нужно выйти. Я выхожу, иду налево, до второго поворота направо. Давай пробовать. Выхожу налево. Станешь? Ну, вот когда ты берешь фонарь, вот идеально на самом деле. Кстати, вот этого мы помним, да? Все. Все. Все обойму всадил. Дядя, вы встанете? Так, тут нет ключа. Окей, здесь не нужно что-то найти. А вот. И ключ пригодился. Так. 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 Надеюсь, никто не выпрыгнят. Так. Ну, тут все двери заперты. Тут тоже нужен ключ. Ага. Я открыл. Ну, где я? Хм. Так, здесь дверь заколочена. Сюда никак не пробраться. Я выхожу в коридор. Давайте к сохраняшке. Направо получается сейчас. А дальше подумаем, куда. Так, валим. Валим. Отлично. Отлично. Так. Сохраняемся мы. По-любому. Перезаписать сохранение. Да. Так. Что могу сказать? Что могу сказать? Надо что-то делать. Но сперва нужно понять, куда бы идти. Хм. На левом мы, в принципе, все облутали-залутали. Хотя здесь есть гаечный ключ на секунду. Мы можем дойти до конца. Давай попробуем, что... Так. Ну, ладно. Включаем сразу фонарик. Нам нужно дойти до конца. Среди всех этих трупов. Ну, вот один и поднялся. Так. Что мы тебе делаем? Начало лечим. Потом мы отрезаем ему все ноги и конечности. Отлично. Ну, да. Что-то они тут очень часто объявились. Очень часто нечего вставать. Ничего, бесконечности прижить. Надеюсь, никто больше не встанет. Так. Давай, зайдем. Ага. Все, отлично. Да, во. Нам сюда получается... А патронов-то немного, я вам скажу. То есть, как бы их ни казалось бы. Но их и вправду очень немного. Вижу игрушку. Так. Откручиваем. Так, отлично. Сейчас мы можем пройти чуть дальше, я так понимаю. Ага. Нужно платить. Давайте. Я тебя понял, дядя. Отлично. Ты останешься без фрог. Все. Фух. Зато каждый буду таким вот образом безопасный. На самом деле. Если я к каждому отстрелю по конечности. Ага. Я вижу. Я вижу. Я смотрю, у вас тут не все в порядке. Так, окей. Давай посмотрим ящички. Патрончики. Как же я им рад. Как же сильнее им рад. Так, еще одна дружка. Так, ну тут мы все залатали одним словом. Тут у нас все нормально. Отлично. Так, где я эта карта. Угу. Я тебя понял, где я. Пойдем посмотрим. А, вот та самая, где перегорежено. Так. Вроде все нормально. Я что-то засасал отрать. Ага. О, болторез. Кажется, я знаю, что с ним надо делать. Помните вот ту цепь, которая где-то нам уже дважды или трижды попадалась. Такая хрень, как в резике. Просто берешь и режешь. Так. Так. Вот такие они безобидные на самом деле. Если вот так им острелить все конечности. Так. Вот и все. В бесконечности им проще. Я вам прям гарантирую. Так. Надеюсь, ты не станешь. Так. Отлично. Фух. Еще один. Не будет меня больше пугать. Осталось только этот последний. Сейчас мы с тобой поговорим. Вот и отлично. Да, правда, на вас много патронов. Но, ребята, вы будете вот таким образом тебе запасны. Вот и все. Да, это имба, конечно. Это имба. Теперь коридоры стали более безопасны. Ты встанешь. Так. У меня получается обратно. Отлично. Надо перезаписаться. Слушай, прогресс. Прогресс. Когда ты им трубаешь все, сразу уже становится попроще ходить по коридорам. Так. У меня очень мало патронов. А сейчас не нужно отрубать конечности. Скажем так. Теперь нужно получать вот сюда и тебя. Там мы все зачистили. Ага. Вижу болторез. Или нет? Эльда. Так. Не совсем понятно, куда нужно идти. Или мы упустили этот момент. Нет. Вот тут ключ-карту. Налево, в принципе. Так. Батареечку. Я обосрался, ребята. Так, бро, извини, но я все делаю вот так вот. Один из троих встал. Да ладно, теперь еще и цепи. Вот тут как раз мы сейчас их. Так, готово. Так, но это мне не очень нравится, на самом деле. У нас тут будет сохраняшка. Так, карта. А где я? А, вот я прошел дальше. Справа две комнаты завалены. В принципе, можно открыть. Давай туда. И откроем. Отлично. Тут у нас будет хилочка. Йес. Отлично. Антисептик. Так, всего пять патронов. Это немного. Это правда немного. Так, ну конечно, очень много патронов. А, ну можно туда. Ну для начала я заглянусь сюда. Надеюсь, тут не будет никаких трупов. Еще один шкаф. Так, ладно. Офигеть, пацан. Настал. Так, патрончики можно? Патрончиков нет. Один патрон остался. Ключ. Неплохо. Ключ управляющего. Я не буду тиховать шкафу. У меня просто нету патрон. Так это что? Не входите в апартамент управляющего. Мой отец, он обезумел. С ним Дэвид и мама. И кто-то должен им помочь. Перед этим он заперся с Дэвидом у себя в кабинете. Я видел, как оттуда вышел техник с отцом на плечах. Он оттащил его к дивану и уложил. У мамы была истерика. Она сразу набрала 911. Дэвид не растерялся и пнул его. Так, стоп, что? Я никогда не видел его таким. Он был бледен. Ну и будто под кайфом. Мне еще показалось это смешным тогда. Вот, придурок. А когда мама звонила в службу спасения, папа очнулся. И он укусил ее за голень. Дэвид не растерялся и пнул ее в живот, чтобы он отцепился. Отец этот, это был уже не он. Он выгрыз огромный кусок мяса. Мама заорала и убежала в ванну. А я ничего не мог сделать. Мне было очень страшно. Я пытался помочь Дэвиду, но отец поцарапал мне руку. У него был такой дикий взгляд, что я не выдержал и убежал. Черт, я был так напуган, что закрыл маму и Дэвида в апартаментах. Но мне очень плохо и рано адски болит. Мне так жаль, ведь я хотел, чтобы вы мной гордились. Карл всегда был лучшим, а я надеялся хоть в чем-то быть полезным. Мама, папа, простите, я вас люблю. Джимми. Надеюсь, сейчас не встанешь в джимми. У нас есть ключ управляющего. У нас есть антисептик. Но у нас нет патрон. Это, конечно, очень и очень печально. Я вам так скажу. Так. Сейчас кое-что посмотрю. Ладно, пошли. Так. Глаз с батарейкой. И один патрон. А можно только, в принципе, отбиваться, верно? Давайте сохранимся. А то я боюсь потерять все это. Так. Отлично. Я думаю, они восстанут. Нужно быть каким-то образом бежать. Фух. Так. Перезаписать охранение. Фух. Это было потно. Это было душно. Это было страшно. Но теперь у многих у нас буквально просто ничего не смогут сделать. Так. Ладненько. Будем заканчивать тогда. И вот с этого места приступлю уже к следующей серии. Спасибо большое за просмотр. За лайки, за комментарии, за подписки. Буду вас ждать в следующей серии. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok